Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу об арбалете от фирмы Яро, тайванская фирма, которая изготавливает такие арбалеты по американской лицензии. Арбалет является рекурсивным винтовочного типа. Изготовлен, в принципе, по классической схеме. Основание выполнено из алюминия, на которое по классической схеме установлен лук. Плечи выполнены из композитного материала с применением углеволокнистых нитей. Арбалет имеет вес 2,450, начальная скорость стрелы 64 метров в секунду. Значит, приклады арбалета выполнены из ореха с покрытием лака. Также из ореха выполнено специальное приспособление открытого типа, имеет регулировку как по горизонтали, так и по вертикали. Планка, которая удерживает стрелу от выпадания при наклоне арбалета. Имеется стремя для удерживания арбалета во время заряжания ногой. Также площадка для крепления ремня. Также имеется планка ласточкин хвост для крепления коллиматорного либо оптического прицела. Но я не думаю, что здесь нужно ставить оптический прицел, так как дальность стрельбы арбалета убойно составляет не более 40 метров. Вообще оптимальная дистанция стрельбы где-то в порядку около 30 метров. Арбалет является развлекательным, так как сила натяжение тетивы не превышает 43 килограмма. В дальнейшем это уже считается метательным оружием и требует дополнительных разрешений. Арбалетам категорически запрещается стрелять холостую, так как это приводит к повреждению тетивы, возможно ее разрыву. Ну вот в принципе и все. Что я могу сказать по своему первому пользованию, какой отзыв я могу от нем оставить. В принципе мы сейчас постреляем, пробиваем что-нибудь, посмотрим на что он способен. Ну значит для охоты в принципе пригодная вещь. Состояние 30 метров, 30-40 метров это максимальная дистанция стрельбы для стрельбы по дичи. Но полет стрелы, скорость полета стрелы недостаточная. То есть от момента выстрела, учитывая что скорость звука превысит в разы скорость полета стрелы, значит дичь уловит звук раньше, чем стрела долетит. Это даст возможность ей немножко конечно сдвинуться свои позиции, с которые приводилось к прицеливанию, с арбалета. Значит вес стрелы арбалета 20 грамм. Начальная скорость 64 метра, я сказал не сказал не знаю. Значит для сравнения пуля с Хатсана, весит 0,68 тяжелая, это рекомендуемая для Хатсана. У пневматики по-моему там скорость пули у Хатсана доходит 380 метров в секунду. У простых, которые шариками стреляют пистолет, скорость снаряда у них там максимально доходят до 120, ну и без передела. Здесь же 60 метров в секунду, но за счет того, что у нас стрела, вот внимательно покажу какая она, по-моему сантиметров 40, может 35, стрела обладает гораздо большим весом, нежели это будет пулька, поэтому естественно у нее и более сильная кинетическая, скажем так, энергия, то есть проникающая способна за счет ее веса, за счет того, что за счет ее кинетической энергии будут гораздо выше, нежели это будут у пули, то есть такой, такой вид стрелкового оружия гораздо эффектнее, гораздо мощнее, в общем, в принципе с ним даже можно и ходить на охоту. Вот с такого расстояния, как до забора, мы будем стрелять здесь 40 метров, это его как бы прицельная дальность, мы сейчас его протестируем, ну если вам удастся, конечно, подобраться к дичи на такое расстояние, то гарантия того, что вы ее поразите, если попадете, это без вопросов, как бы, ну и пуля с обычной воздушкой весит 0,4, это я так, для сравнения, чтобы, так как это тоже является развлекательным, так как и Хацан, но стрелять, я вам скажу, гораздо приятнее, чем стрелять с какой-нибудь там, я не знаю, воздушкой или с того же Хацана, это вещи несравнимые, то есть здесь чувствуется даже во время стрельбы, чувствуется такая некая уверенность, что ли, какая-то такая мощь, пускай она и небольшая по сравнению с арбалетами, там я понимаю, есть арбалеты 60-90 килограмм натяжения, и у них уже тетиву надо натягивать с помощью каких-то там приспособ, здесь это можно все сделать вручную, в принципе, для развлекательной стрельбы это подходит как нельзя лучше, но я же говорю, что вполне, в принципе, если это будет, например, для строения возьмем утку, то стрела пройдет, остановится только где-то приблизительно в оперении, то есть насквозь пройдет, этой мощности будет достаточно, если она, конечно, не успеет слинять до того, как до нее долетит стрела. Так, в принципе, как бы все сказал, внимательно я вам его покажу сейчас, как он выглядит, из чего состоит. Однозначно, могу сказать, что удовольствие, которое получаете от стрельбы из арбалета, несравнимое по сравнению с какими-нибудь там мр-512, там хатсанами, неважно это чем, это совершенно другой вид оружия и совершенно другие ощущения. На обзоре у меня арбалет это впервые, в дальнейшем я плейлист пневматика планирую переназвать, скажем так, то есть будет стрелковое оружие, впоследствии у меня пойдут, пневматика в коем случае не прекратится, просто будут добавлены еще луки, арбалеты, блочные арбалеты. Естественно, блочный арбалет это более оптимальный вариант, конечно, устройство более сложное, но натянуть при том же самом 43 килограммовом усилии на тетиву, мы получим скорость стрелы гораздо выше, то есть как бы не нарушая закон, мы получаем более убойную вещь, натягивать его лучше, работает он мягче, стреляет точнее, нежели это рекурсивный арбалет, но мы все это в последующих обзорах по стрелковому развлекательному оружию, мы это все будем осматривать и разговаривать на эти темы. Ну, все правильно, не вся же жизнь строится на том, что мы должны что-то строить, показывать, что-то мастерить, вот, например, в качестве развлечения неплохо подходит даже тот же самый пневматический пистолет, с которого можно во время отдыха с друзьями, допустим, пострелять по банкам. Довольно-таки приятное занятие, когда где-то на природе отдыхаешь, я уже молчу, аж про арбалет, ну, у каждого, в принципе, свои взгляды на жизнь, свои приблуды, но я считаю, что с этим арбалетом, в принципе, можно отстоять даже свою жизнь. В пределах 10 метров это является все-таки опасным оружием, которое вполне может нанести смертельный выстрел для какого-нибудь бандюка, который будет нападать, допустим, на вас или на вашу семью. То есть средства самозащиты вполне приемлемые. Ну, вот, в принципе, и все, как бы, теперь давайте постреляем, посмотрим, что он может, что пробивает. Я-то уже отстрелялся. Итак, для того, чтобы зарядить арбалет, нужно сначала поставить предохранитель на положение огонь, после чего взять тетиву, непосредственно с двух сторон, одинаково, чтобы не создать перекос плеча. завести, после чего красным пером установить стрелу. После взвода предохранитель автоматически устанавливается на блокировку. То есть теперь спусковой крючок не нажмется. Перед выстрелом нужно опять снять. Снять с предохранителя, после чего можно стрелять. Положим арбалет. Пойдем посмотрим, что у нас там вышло. Я заранее взял отвертку, вот такую штучку, ковырялку. А потому как стрелять в дерево, даже с такой дистанции, ну, не рекомендуется, потому как стрела, как я уже сказал, обладает такой кинетической энергией. Поэтому гребаный ветер. Поэтому она проникает в дерево, в двухсантиметровую доску, с такого расстояния она протыкает, пробивает. Ее приходится наконечники выковыривать. Вот такой ковырялка сейчас. Пойдем. Что у нас тут выходит? Ну вот, тут у нас еще получилось отколол доску. Доска, наверное, да, края гнилые у нее. Ну, а эта прошла через пенопласт. И вот. Опа. Так, с этим понятно. С этим. Ну, вот здесь нам повезло немножко тоже. Хорошая такая убойная сила, я скажу. Вполне подойдет для охоты на... Так. Ну, теперь попробуем проверить, что она может пробить. Ну, вот сейчас протестим на свежем, негнилом дереве. Толщина этого дерева 2 сантиметра. Стрелять будут метров с десяти. Так, да? Ну, вот так она влезла. Практически, ну, может, миллиметра не хватило для того, чтобы стрела вылезла. Но здесь, если посмотреть на наконечник, то он сделан таким останавливающим. Если бы он был более конусный. То есть, эта стрела никак не для охоты. Это вот. Ну, как бы, чтобы она не обладала таким глубоким, проникающим, скажем так, действием. Вот, чтобы притормаживала при попадании уже. Именно так она сделана. Если сюда наконечники у них, вот, выкручиваются. И можно прикрутить любой другой. Так вот. Ну, значит, смолистой, вот такой смолист, она очень прочно, не пробивает. Но я врать не буду. Скажу честно, что в нормальной. Если бы я попал, допустим, вот в эту вот. Она не смолистая, я уверен, чтобы он прошил ее. Потому что я уже стрелял. Я не буду стрелять, потому что от стрельбы в дерево, убиваются стрелы. Она еще немножко живая. Ее еще нужно пострелять. Так, это сардеповский такой у нас каблучок, да? Антикварный. А вот это в нем отверстие от Хацана. Которые, в принципе, по-моему, они были детонированы. Немножко масло у меня было еще в нем. Вот. Но они потолще, чем современная авто тут. Где-то миллиметр. Сейчас мы попробуем продырявить. В нем дырка. Пяти метров будем продыривать. О, что ли. О, что ли. В принципе, стрела, если бы не оперение, вот его немножко замяло здесь, это остановило, она бы, конечно, прошла бы, возможно, даже и две прошила бы обшилки. И, значит, вот отверстие от Хацана 125-го. А вот я вчера стрелял, ну, это пробный выстрел был. Он был не пристреленный, целился я сюда. Но стрела пошла выше, пробила, значит, 5-миллиметровый вот такой вот арголит. Ну, и ушел оттуда, и вот там, если видно, еще сделал отверстие. Вот там вот. Внутрь, если посмотреть, вот они такие. Ну, это тоже вчера делал, но файву почему-то излег из девайса флешку, и файву накрылись все. Какой-то так вот. Ну, вот видно, что Хацан тоже дырявил, да. Даже здесь вот имеются вмятины такие вот. То есть пуля проходила, еще ударялась вот в эту часть. Сейчас пойдем еще протестируем, на чем стрела разбивается от таких попаданий. Ну, одну стрелу, наверное, придется уложить. Автомобильное стекло. Бедная стрела, мне кажется, что она здесь и ляжет. Ну, в принципе, как видим, я думал, оно будет, оно не с пленкой, оно оказалось каленое. Теперь попробуй, стрелу достань оттуда. Она ушла. Да еще и в суд, наверное. Вот. Заметно, да? Вот что превратился при ударе об стекло, вот что превратился в наконечник. Загорелась красная лампочка. Сейчас попробую еще этим тупым стрельнуть карамзитный блок, если успею. Ну, на всякий случай, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok